Субтитры сделал DimaTorzok И если нет фундамента, то есть шанс, что вы на него сядете и, так сказать, вместе с ним вниз провальтесь А это, знаете ли, прям наталкивает на мою детскую фобию Вот сейчас даже стало интересно, знаете ли, отпишите в комментариях, ребят, пожалуйста Это очень важная, так сказать, стезя и проблема Вот у меня в детстве при поездках в деревню, там, к бабушке, да, если был такой туалет Был прям, сука, страх навязчивый, что, ну, ведь можно провалиться туда Ну, мне кажется, на планете 8 миллиардов людей, и мне кажется, были случаи, когда кто-то туда падал И, возможно, даже со смертельным исходом Это ведь, сука, опасная вещь, там дырка огромная, блядь, огромная дырень, а снизу яма То есть, прям как болото настаивается, болото десятилетиями Блядь, опасная штука, слушайте, опасная Вот интересно, я один боялся или нет? Вот, ну, ай, ладно, все, давайте закончим эту говнистую тему и просто пойдем играть Потому что это интересное начало, знаете ли, для видосов и мутантов Такое, я знаю, развитие на канале Нейт Гварда Что поделать? Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала Меня зовут Нейт Гвард Ну что ж, ребята, после потрясающего вступления, гениального Мы с ним продолжаем играть в мутантов Я тут, в принципе, все пособирал, все, что можно было И сейчас мы возвращаемся на старую локацию Где у нас ждет этот Эллюмен, или какой там Люкс, зовут того парня Который ждет от нас ключик, отпирающий проход к его этим Подопечным, который находится на его базе Я так понял, со слов этих упырей Он все-таки контролер И те ребята, которые там есть Они, ну, захвачены его, так сказать, силой И их разум уже просто расплющен Опа, нашел лом Здорово Говорит, все собрал, и тут нихера ничего не собрал Это, конечно, интересно Короче говоря, сейчас, я думаю, будет какая-то битва Причем с жестким контролером Возможно, самым сильным из тех, что есть, в принципе, на территории зоны У меня есть шлемак защита от, собственно говоря, пси-атак на моем Бормине Так что, если что, я думаю, мы справимся Дадим стан сразу с разгона, все дела Че-нибудь, короче, придумаем Если нет, то посмотрим Плюс сейчас у нас стоит с вами суровый уровень сложности Будем смотреть, что там по дракам стоит Сейчас даже проверю, может он слетел А ну, игра... Нет, суровый Все, стоит максималка из уровня сложности Сейчас будем развлекаться Потому что на обычном сложном было уже слишком просто Вот, поэтому поставили посложнее Так, ладно, хорей трендеть Поехали У нас куча деталей, куча ресурсов Хотелось бы, конечно, вернуться сейчас на базу Наверное, прокачаться Потому что там нас ждет из инвентаря Просто невъебенно жесткая пушка Под названием GGR666 Я буду звать ее просто Жора Это не GGR, это Жора Демонический... Ну, то есть номер дьявола Поэтому демонический Жора Жорик, просто Жорик Который будет творить грязные вещи Так вот, конечно, хотелось бы его прокачать Но не сейчас Для начала мы вернемся в битву И завалим этого урода тем, чем есть Потому что я чувствую, если я сейчас Жору прокачаю Игра станет еще проще Куда еще проще Я также не чувствую, в принципе, никакого нагруза Как будто иду, знаете ли, налегке Не по зоне гуляю, а по парку Прекрасный такой, знаете ли, парк Где нету ничего плохого Только одни хорошие ребята в этом мире Дельта даст вам деталь оружия В обмен на ненужное оружие Дельта... Ааа, тьфу вы, про эту, про ремонтную бабу Да, да, это я в курсе, что она ломает детальки Если у вас хватило пламя, потушите его... Чем пласт? Ааа, аптечка тушит этот огонь Слушайте, я даже не знал Это, кстати, это впервые Что за пролаг? Тихо Верните мне ключ Мои отважные воины Чтобы свет снова воссиял В этом благословенном соборе надежды Верните мне ключ Оооо, ну понятно Ручки размяли Ах, я готов, пупсик, давай Давай, сука Так, тихо, Борвин, брат Это у нас сейчас основная ударная сила Так что хиляйся, хиляйся Сейчас будешь творить грязь, просто Я тебя, так сказать, призываю к тому, что сейчас творит полную дичь Так, раскидка Нам нужна граната обычная Что у нас здесь стоит? Дымовуха, бла-бла-бла Нет, ставь огонь Тут у нас стоит вся граната И тут у нас не стоит граната Так что ставим сюда тоже обычную Будем подрывать просто по-жёстки Тут у нас состоит всё Ха-ро-шо Так По поводу подсказки Это была первая, кстати, подсказка Которая вот реально помогла мне по ходу игры Было написано, что пластырем тушится огонь, как ты горишь У нас есть ключ люкса Отдадим ключ ему или припу Когда вернёмся домой Аааа Но ведь мы обещали вернуть ключ А обещание нужно держать Вот они, ответвления А может открыть светилище и без люкса Мне интересно посмотреть, что там он прячет Опа Так, ну слушайте Вот это мне нравится Это первый квест с разветвлением С выбором вариантов Так Я об этом и подумал Думаю, что-то, блядь, пахнет, знаете ли Не знаю, нехорошим Как будто шёл по полю Вот чистое поле было Знаете, чистое, красивое поле Колоски растут там Зерно, все дела И ты наступаешь, блядь, в мину Коробью И прям вот чё-то нехорошее происходит Прям воняет Вот тут то же самое Какой-то тип, которого боятся даже упыри Которые украли у него ключ и убежали Которые с башкой Которые похожи на какой-то ебучий раздутый изюм Который, говорю в третий раз Который, слово Захватил кучу людей под свой контроль И чё-то там хранит в своём святилище Слушайте Да я лучше, наверное, отдам припу А чё, ключ считается чем-то артифактическим или что? Я чё-то не понимаю Подождите Чё-то я чё-то не врубился, знаете ли Не, я, конечно, ну его нахрен Тихо, то сохраняемся, то поехали домой Куда там отдать ему ключ? Та-а-а Ещё я всяким контролёром не отдавал эти Тормози, еба Поехали в ковчег Нет никаких ключей Украли Знаешь, как домашку Вот рассказы студентов в университете Типа, где твоя домашняя работа? Нет, нет, нет Зачёт, как бы, братишка Где лекции? Конспекты писал Блядь, собака съела Ну, тяга, не знаю И сожрала всё к чертям собачьим Так что я не виноват Пошёл он в жопу Ещё всяким контрабасом не отдавал ключи Сталкеры Вы выполнили своё задание Вы вернули Хэмэну целым невредимым Наши машины загудят с новыми силами Ковчег у вас снял в оплатном долгу Спасибо А, только это всё, конечно, ничего не значит И сейчас эти ребята бахнут Эдерные бомбы по нам И как бы Мы будем сиять, да, новыми силами Такими силами, что пиздец Так сказать, силами полураспада будем сиять Птички напили мне, что Хэмэн считает, будто сказочный Эдем Расположен за запертым городом И вы собираетесь туда отправиться А, ну всё, ему уже всё слили Понятно Крыться в городе, сука У него везде глаза и уши Неужели я ничего вас не научил? Эдема не существует А если бы существовало, то войти в запретный город невозможно эти старые консерваторы и конечно дружище надо развиваться там начался красный мор правители древних посчитали что смогут удалить заболевших огромной стеной закрывающий весь город до сих пор разрушается неприступной громадой и должны остаться в ковчеге отправиться отравиться от ран хватит с вас приключений так это же кайф на посмотрим на огромную стену как бы почему бы нет может это китайскость на великая которого построена от гунов а так зимов на китай да в смысле но умор адвенчер смысле нет наша жизнь наша жизнь приключения так что все дед не шаришь ты короче нихера до свидания так что у нас здесь есть у нас есть много все интересного магазин и риди с каким-то вопросиком подсвечен или счет что не понимаю а ну я 20 лет была сталкером провела в походах немало времени однажды ночи мы вышли в патруль к югу от ковчега там мы набрали одно древнее здание с большими запасами грога целыми огромными боками грога выпивая мы чувствовали себя так словно умерли отправились космос как бы ни старалась я больше то место искать не смогла а то самое легендарное место про бочки с бухлом от которого уносит вот вам ребята и девочка припевочка как говорится любила прийти с мужиками в дальние походы и накидаться а когда накидываешься грога как бы там рогатка то рано или поздно раскинется так что опасно все это ребята опасно не надо не надо пить это плохо то узнаете ли этот грога напился а потом все потом вместо грога там одна буква меняется и ты уезжаешь в однокоммунную квартиру на кладбище так что ну и он нахер лучше не пить так что у нас здесь ничего нового не появилось на эту сверхпушку она была не хватает 480 а я только сейчас я думаю чё она блять такая красивая здесь аж ты сука блестит а у меня какая-то лжавая херобора в инвентаре она здесь сразу третьего уровня с покупки за 480 ебучий случай все надо собирать бабосы надо собирать бабосы так потом зайду да-да-да берегу берегу себя давай пупсик спасибо 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 за рассказ найду твою грогу принесу тебе бухла только пей здесь вот внутри как бы ковчега тут хотя бы мужики проверенные ничего плохого не произойдет так рим блок рим блок д а к приплан был зайти я забыл да 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 ты дельта я помню так что мы имеем мы имеем то что нужно из этой пушки сделать что-то страшное пушка небесшумная я бы даже сказал она очень шумная я бы хотел наверное заменить вот этот дробаш пока что первостепенно эту пушку потому что ломать укрытие знаете ли это такое себе значит что мы делаем мы сюда оставляем критуху 35 раз 35 процентов ебенч так и вторым слотом наверное поставлю я хотя это странная прокачка знаете ли шанс отключить врагов роботов плюс даст мне усиленный крит урон либо поджог да какой поджог буду роботов тушить нормально давай херач поджог на здесь с того совсем говорится не нужны этой пушки так по прокачками мать поехали ты дышь стала красиво и сейчас вообще сексуально просто как магазине просто как новенькая 16 урона открыта 35 процентный шанс открыта дальность 20 урон 13 здравствуйте просто стоп я сейчас забыл про скилл бормина дуплет а наш не сможет дуплетом стрелять а дробашта дуплетом натворил грязь но с другой стороны у него есть пистолетик который бы тоже по-хорошему на чем-то прокачать кстати можно поставить на пистоль а поджигалку пусть наверно стоит дробаш пока разбирать не буду потому что мало ли что вот проще я бы дарна разобрал вряд ли я к ней приду поэтому проще просто разберу так прокачивать вроде бы больше нечего ладно спасибо спасибо да посмотрим 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 пока конечно неизвестно как это все или у него именно два хода так как-то ладно разберемся по ходу дел так прип дружище есть один ключик интересно только гляньте кого кто занесло ветром из зоны рад вас видеть так а как ему отдать этот странный ключ что-то непонятно нихера так увеличить время стекания крови это это полная хрень нам это от слова совсем не нужно вероятность нанести критический урон механическому врагу тоже неплохо но я бы наверно увеличил реально урон граната четверочку вот это я бы сделал да это моя способность шикарно так а зачем было сказано зайти к припу и отдать ключ или нужно пойти садить к этому парню своровать что-то нам сделает тайника и вернуться к сюда и типа и что и к ладно непонятно непонятно слово совсем но сейчас посмотрим добраться до эдема не просвещенные я так понял гроб находится это здесь наши новых локаций я пока не вижу хотя их здесь дохерища еще к этой вороне сход ладно пошли замок света сходим пошли упыри охотники отлично стреляют прячьтесь за скрытиями да вот эти охотники реально с первой миссии они меня так дрочат своими снайперскими винтовками там у всех похода дальность 20-шка минимум потому что шанс явно выше выше полтинника попадания щекры ты постоянно ну давайте сохраниться но там по моему четко парень говорил что типа либо вернуть припу я зашел в принципе ко всем кому зайти в городе так что никто ничего не забрал так дробаш брат уходи ух блять сейчас что-то жесткое вот мне аж страшно стало на секунду по мутации у нас 10 очков доступно не вонючка не пожирание не нужно мне будут увеличить мой запас так что будем рождать здесь шестнашку здесь какие прокачки по поводу на себя жизни просто жирая врагов как бы да но наверное жаба будет получше может допрыгнуть до любого места в предел досягаемости так это как прыжки у роботов я так понимаю да это как прыжки у роботов слушайте нам не кажется неплохо но лучше чем подлет крыльев честно говоря так что я смогу занимать любые позиции подпрыгивать там за стенкой от стенкой это же заебись подъем на возвышенности пешком или бегом или бегом в бою но это и это сильная штука да она без скилла позволять тебе залезать на любые жопы которые есть на карте но у нас тут стоит бесшумный убийца я его заметить не смогу потому что это основной общий скилл из того что есть так берем короче же бенцию потому что крылья мне вообще не заходит так снаряжение доставь же бенцию это как у тебя роботы которые сильно прыгали на любые подпрыгия смогу залетать бывают такие ситуации когда нахрен тебя душит какой-то урод сверху ну что крылья я сначала думал что смогут нас доставлять любую точку карты но нихера крылья тебя чисто поднимают на вот перед тобой на пару клеток и все и на этом все так что такое себе так бормин ну готовься ведь мы тебя снарядили так что ты сейчас у нас основная ударная мощь нам там открыли врата с правой стороны можно в принципе заходить я почти уверен что я не отдам ему я не знаю как он сейчас будет убедить меня что он мне должен предложить чтобы этот ключ ему отдал там не так много противников так что ссать нечего сейчас просто его разнесем и посмотришь у меня в тайнике есть мне кажется он плохой человек там какие-нибудь сейчас будет тиски блять зубовытирательные штуки как у всяких садистов странных поэтому ну и вон нахрен какая-то атмос сразу к эта атмосфера тягучести наступает так мне надо лома h420 где столько нас собирать непонятно можно залезть наверх она очень есть по моему нет это никого смысла и мы не полезем так хуже на какую-то пожарную часть если честно люкс ага использовать ключ люкс а так это есть его тайник а там находится генератор а там спуск вниз да моя ж ты заячка тут чё-то везде аккумуляторы или это чё-то бухло в пакетах непонятно но эти же упыри получается нам пока что не враги я же правильно понял блин еще раз сохраниться надо больше сохраняться то знаете ли чё-то очко жим-жим пока не нам не враги я могу здесь получается побегать где хочу и пособирать что хочу звучит неплохо вроде как так обычный лом да все пиздоши нам сейчас нужны любые ресурсы 420 нужно насобирать лома а я его блин просрал на программу на покупку этой херни хотя в принципе лом быстро собирается уже 307 на нас не трогают это его подданные которым он уже сжег мозги чертям собачьим здрасте ребят здрасте готовьтесь готовьтесь потому что я к вашему хозяину в любом случае приду и ну а тут блять центральные ворота были открыты держу в курсе так он наверху здесь танк поджигатель но здесь полный фарш комплект так сказать целевой я так понимаю сам люкс где-то тут наверху находится да или нет непонятно а куда же мне идти отдавать а вон он стоит ждет меня да 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 то есть можно пойти тут ему ключик отдать а можно зайти так сказать его тайник и посмотри что находится мне кажется там находится а вон и кстати наверное подарок который он нам отдаст если я с ним побазарю но я вот так и так получу только выбью из него все мозги эти ебунячие я почти уверен что там вместе с этими лампочками под которыми он прикрывается находится как антенна блять выжигателя мозгов которые собственно контролируют всех этих засранцев потому что упри просто так бы не спеклись поехали ничего не знаю люкс без обид но я чё-то контролеров не люблю знаешь еще со времен сталкера поэтому поехали опа тут у нас ребята крутят электричество какие-то в полу зомбовом состоянии ой 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 кто это новые работники на колеса не разглядеть не разглядеть мозги спеклись кажется у тебя скоро сердце не выдержит прорвись хоть на чуть-чуть поговорить с нами я не могу остановиться я вижу на горизонте свет древних я почти там я проведу с древним в космосе миллион жизней их разум не разлежит они не сгледили их околдовали должно быть он используется в контроле разума чтобы заставить людей питать его лампы ладно ребята заканчивают блоган вас околдовал просыпайтесь уходите нахер быстро фитнес клуб мать твою тихо 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 лисичка тормози сюда иди слушайте но все понятно я одно это было очевидно я бы я просто увидел его ебучую башку которая похожа я даже не знаю на что на на подбородок таноса но тут блять и хрюндель хрюндель так что он контролер он их околдовал заставляет успехать он просрал ключ от своей этой фитнес-точки не видите тут одного не хватает буквально два трех трех не хватает велосипедистов то есть только на половину мощности работает данный отдел и из-за этого он жалуется мол у него не все лапочки горят не хватает трех велосипедистов простите я аж закашлялся а такая мысль яркая пришла интересная типа мол ему бы сюда людей которые побеждали в тур де франсе на велосипедах с этими ебаньячьими ногами которые велосипедисты с парапрофессиональные тут бы ребята крутили так что просто ужас свет люкса артефакт вераница электрических огней терминально-регионного назначения которые передавались поколения в поколение самая дорогая из вещей люкса маленькие огоньки такие милые люксами наверно очень дорожил да и говоря шутки шутками но если брать снг наверное люкс просто счастлива было заполучить их наверное пользовался только большим праздником да по очень большим по новогодним праздникам я в том плане что для снг это лишь нихера не шутка ведь большинство гирлянд и украшений елки передаются от поколения к поколению как бы но не будем грустно так ну чё пошли спросим с него скажем ли братан счета а что вы наделали что вы наделали все ты нужна энергия теперь вы станете моими рабами и пускай ваш разум покориться мне бай дружище я тебя сейчас огорчу настолько насколько это вообще возможно но мой разум не покориться тебе как бы ты сильно не хотел с критом супер пистолетик поехали я бы сказал шанс того что мой разум покориться тебе настолько мал что не знаю пирыцов от лисичка говорит что мол типа пиздосик стреляет и валит опа ход противника ну давай 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 ух в атаку вот так у ребят пошла заруба грязная что область вас брать за «Моск» query», boast leverage чюты чё ты бери за «Моск» от этот там зря встал подожди от моего статью вообще не укроет подтягиваемся все ребята подтягиваться танка звоните танку танку звоните я подジагателю всем давай давай иди ко мне идем хорошим ух а сейчас будет хорошо ищет очень хорошо давай давай доу быстрее быстрее Ребята медленно надо быстрее подходить долго ползете Сучара грязный. Так, что у нас здесь получается? Жабенция. Могу допрыгнуть в одно очко действия куда угодно. Вот это скилл. Вот это им... В смысле? Я в одно очко хода могу через всю карту прыгнуть. Ебучая жаба. Это не жаба, это скилл Халка. Он так прыгал в первом фильме, когда, блядь, туда по пустыне. Шбенский через полкарты. Нихера себе. Так, что мы имеем? Подожди. Подожди, нет, я хотел сменить героя, именно героя. А, брат, ты достаешь этого куска говна? Вне досягаемости. Бляха. Нужно в два хода бежать, да? Ну давай, худо-бедно тогда сейчас подбежим. Сюда в два слота, прям куда-нибудь вот сюда, чтобы нас не трогали. Да, давай сделаем это. Нас все равно не могут за разум взять, потому что у нас защита. У нас специальный шлемочок. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть контроль разума. Мне бы как-то активировать этот контроль разума, да? Было бы очень даже хорошо. Магнус, брат. Так. Иди ко мне, мой пупсик. А я могу? Нет, я его не могу заплатить. Ну, это логично. Охотник, ты теперь мой. Сука, он защитился. Ну, так вот всегда. У тебя 75% шанса, тебя вот так вот, как говорится, отшивают. Это нехорошо. Так, что мы можем сделать? Могу сейчас, в принципе, этого люкса по-хорошему. По-хорошему. Шанс будет 50%-ный. А с другой винтовки тоже 50%-ный будет? Будет 75%. Тогда прыгаем сюда, ебать. Тю! Нихера себе! Хо-хо! Бля, этот скилл есть еще у кого-то? Я бы его всем вкачал. Просто всем. Поехали! А-а-а! Ты ж моя лапочка. Он имеет супер-мега-шин. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Кого? Ха-ха-ха, бля. Охуенный анекдот. Он хотел Бормина за мозг потрогать. Где, бля? Алло, алло. Матери, позвони. У тебя проблемы. Пусть заберет тебя с садика. Хотел, говорит, моего Бормина захватить разумом. Да-да-да. Чуть ничего, говорит. У меня же смешно стало. Что-то я не подумал, что он так... Я думал, что захватит мою лисичку, потому что она подошла близко. Но что-то парень не раздуплился. Так, могу по тем двоим попытаться отстрельнуть? Да-да, попытаемся, хер ли нет, бля. Поехали. Блядь. А, попал по-дальнему. Хорошо. Так, Бормин. Тушитого, тушитого. Потрясающего веселенького паренька. А то он похерел немножко. Ебать. На, здорово. Сквозь стену зашли. А, у нас еще пушка заряжена. Погодите. Оооо, кто-то умирает просто. Поехали. Блин, не было крита. Не было крита, сука. Но пушечка 13 урона нанесла. Так, винтовка. Заряжай. 40% крит-шанс кого добить. Дальнего паренька могу просто, просто уничтожить. Привет. Ох, с критом туда 12. Сюда бы еще поджег и было бы вообще супер. Чего-то мне кажется, ребята, расстроены существующей ситуацией. А, он загорелся. Или заметил. Он умирает. Тогда все шикарно. Пытается подойти, ударить моего свинтуса. Но это смешно. Да. Угу. Хе-хе-хе. У меня, у меня свинтус защищен от всего просто. Ну, блядь, в экзоскелете монолитов. Понимаете? Давай, 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 давай. Что-то могешь? Ничего не может. Поджигатель. А. Ух ты, блядь, своего поджег, люкса. Ты как бы в курсе? А, ну я понял. Ну, насрать, типа. Ну, насрать так насрать. Типа, я не против. Так, что мы можем? Добить поджигателя секты. Можем завалить по люксу. Можем вальнуть по охотнику на шанс 50%. Так, куда еще можем 100%? Когда по люксу надо вались? Надо валить люкса. Хорошо. Блин, Сиберона кажется уже чем-то маленьким, знаете ли, после того, как мы увидели, как нас заливает на 13 наш потрясающий парнишка. С критом, поехали. Супер. Одиннадцать залетела. Ух, блядь, лисичка-то моя. Так, 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 Борвин. Борвин, брат. Ну, тут, ну, как бы, перезаряжаемся. Перезаряжаемся. Достаем ствол и делаем грязь, полыхающую в аду. Выстрел палача Рока. Все? Туши свет. Снижение получено. Просто потушили паренька. Та этот куда? Что такое, что трион? Ну, этот носу поковырялся. Это даже смешно. Танк. Вот, танк посередине ударил. Ну, и меня пока не жалко. У меня есть аптечка, так что Борвин просто впитывает. Мясник, а мясник сыт подходит. Ах, ты, смотри, что твори. Я думал, что он сейчас пойдет в огонь, но нет. Парень оказался не промах. Так. Поджигатель пока жив. Что мы тут можем сделать? Да, больно, больно, брат. Мы можем сейчас подойти сюда. А, подожди. Либо просто перезарядиться. Либо просто дать дуплет в этого. Нет, давай мы тогда ствол просто сейчас... Сейчас мы свой ствол перезарядим. Посмотрим, что мы тут можем провернуть. А что такой шанс маленький? Этот парень в высоком укрытии? Да он стоит спиной ко мне. Что за приколы? Сука, а что за шутки? Ну тогда по дальнему гасим. Либо просто куда-то сейчас отойдем. Слушайте, давайте тогда не будем просто получать урона левого. Написано, что этот парень находится за высоким укрытием. Что крайне смешно, но похер. Я тоже сейчас за высокое укрытие отойду. Все. Я в защите, ничего не знаю. Так, перезаряжаем. Делай красиво. 50% невозможно. 25% слишком мало. Ну тогда по полтиннику стреляем. Ой, ну что это за выстрел? Голова была сверху, ты выстрел вниз, братан. Это у нас было просто огорчение. Так, что по гранаткам у нас? Поджигалка. Поджигалка. Никуда вообще, не алло, никак. Ну тогда ладно, тогда возвращаемся к пушкам. Перезаряжаем свой ствол. Так, смотрим. 25% шанс. Никакого шанса. Ну давайте попробуем. Вдруг попадет. Кера узнает. Магия. Просто магия. Она еще ваншотна, а вот с коридом. Что происходит? 25% не залетел, 50% не залетел. Так, ну ты подходишь. Тебе нужно было подойти. В любом случае, да, ты слишком далеко находишься. Танк сломал стенку и объебался в спину моего могучего хакуномататы. Как бы здорово, это пубба. Ой, стал за машинкой, весь такой укрылся. Блин, вот это я не просчитал. Надо было его убивать, можно раньше. Да, это, сука, это тупой урон прям такой вообще отвратительный. Могу сейчас делать, кстати, залив по... По... А, нет, он тут один. Блин, ну его надо добивать, в любом случае. Пошел он в жопу. Он стоит здесь. А-а-а! Бормин загорелся, по-моему, еще раз. Сука. Так, мы же теперь можем подойти на линию огня со стопроцентным критом и сделать ему красиво. Да, у нас, кстати, нету дуплета, реально. Нету дуплета на этой пушке. Это печально. Ну, дуплета не нужен, знаете ли, с такими критами. Сейчас пол хп просто в ебенях. Тыщ! Хорошо. Так, 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 так. Вот тут надо не гореть. Тут надо не гореть. Для этого надо куда-то отойти хотя бы сюда. Так, у нас есть, по-моему, второй ствол. Это пистолет. Нам можем куда-то стрельнуть с него? Шанс нулевой. А, в того парня вообще не достаем, я так понимаю, да? Ну, тогда просто передадим что-то пушкой и париться не будем, знаете ли. А-а-а, да. Все, ништячок. А, он очень далеко стоит. Вот, блядь, вот эти охотники. Вот сейчас он будет морозиться за километр просто от карты. Что ты творишь? Ты нахера тут все стены ломаешь, блядь, на карте. Ёп тебе за ногу. Щи промазал. Ты чё, сумасшедший, что ли? Сука, нахера он это делает? Щи поставился под выстрел, под крит. Что происходит? Это больной человек? С критом, ебасочный. Вы это видели просто? Это было прекрасно. Так. Так, Бормин, брат. Надо как-то догонять эту хрень. Я, правда, не понимаю как, но это нужно сделать. Каким-то образом. Так что побежали. Насрать на огонь. Немножечко погорим. Сейчас станем здесь. Нормально. Просто охотники сейчас будут реально морозиться. Через пол карты будут бегать. Ну, ну да, ну да. Любил. Я буду в этом уверен. Да, всё гуд. Чё мы теперь делаем? Мы прям выходим сюда. Достаем пистолет. И даём дуплет. Привет, Андрюша. Бля, без крита зашло. Перезарядить. Он в простреле? 25% шанс. Попробуем. Сука, кирпичная стена. Ла. 25% шанс. Но у нас есть прыжок с жабой. Так что, друг, это похороны. Полетели! Бам! Ух, какое лицо, лядь. Ожги просто. Ожги качество нашего Свинтуса. Заливай! It's time to die! Блин, я не знаю, почему мне так нравится эта фраза. Я-то где-то услышал ее. Надо бы себе поставить на какой-нибудь условный, не знаю, голосовой донат, блядь, на стриме. It's time to die! Так, вы видите, появились новые предметы. Ещё новые предметы! Я думал, что те, что мы нашли, то были максимальные. Да, преимущество не на нашей стороне, но мы смелые, мы никого не боимся, и головы у нас не так елые и кексы. Кто со мной? Да, мы все с тобой. Нет, мы победили из-за того, что у нас есть Бормин, который, в принципе, не берётся под контроль, так что... Тут дело не в кексах. Так, группируемся. Собираем ресурсики. Собираем сейчас снизу сверху шмотку. Какую-то новую. И отправляемся, не знаю, куда. Возможно, надо вернуться сейчас будет обратно на ковчег. Потому что было сказано, что надо отдать что-то там... А-а-а! Ну, может, это имелось в виду, типа, отдать артефакт Припу? Но мне всё равно нужно два артефакта, в любом случае, чтобы прокачать Крит по роботу, так что нет смысла возвращаться. Хотя у Ридди появились новые шмотки. Бля, он тут, падла, обустроился. Это какое-то казино было, наверное, местное. Тут прям и бильярдик у него стоит, и автоматики стоят. Ты на нём посмотри, байдут, человек жил просто. Вот так вот. Вот так, ребята, живут контролёры. А то все представляют сейчас контролёры и сталкера с этой берлогой обосранной в этих джинсах, блядь, за 200 гривен, блин. А тут, как бы, вот так вот люди живут, контролёры местные. У него ещё и машин, вот этот автомат, я, кстати, нигде не видел. Даже на море, когда ездил, я нигде такой не видел. Вот это охеренные автоматы, просто с этим рулём прям садишься. О, да, приезжай в Фараре. Так, что у нас здесь? Носитель у него изюм для электрического урона. Доспехи Люсии. Личные, ярко подсвеченные доспехи Люкса, изготовленные для него добровольцами. Способны защитить владельца от электрической атаки. Ну, прикольно, но у нас есть шлема, который защищает нас от электричества и от мозгоправства. Шлема, конечно, имбалансные. Да. Когда у какой-то шмотки вообще два бонуса, это... По-моему, это пока что вообще одна шмотка такая у меня. Если честно. Да! То есть это сейчас самая дорогая вещь из того, что есть. Реально, все остальные по одному бонусу идут. Ну, как бы, это реальность. Сейчас. А, ну вот, вот тут два жилет-команда тоже имбалансные. Поглощение урона от взрывов и дальность броска. Вроде прикольно, но мне некуда его цеплять. Вот некуда. Я гранатами особо не пользуюсь. Да и я сильно урона от гранатами себя не получаю, чтобы у меня урона от взрыва меньше был. Что хер его знает. Так, что мы про качки? Мы там какие-то лавелапы получали или нет? Или это просто все со старого еще? Нет, не докачались. Ладно. Тогда сейчас, ребят, тоже, опять же, пособираем по-быстренькому ресурсик и помочим куда-нибудь вперед. Так, ну-ка, чистые эксперименты ради. Захотел, знаешь, еще посмотреть, что будет, если я дам ему ключик. Ну, просто интересно в плане подарка. Он сейчас просто мозги, дебай, превратит в муку или что? Или все-таки что-то подарит мне интересненько? А ну, давайте побазарим с ним. Ну, просто ради распорядка. А, сталкеры вернулись. И вы принесли ключ от моего осветилища. Машины с того наполнятся энергией. Если это светло сияет, его вновь видят древние сорбиты. Спасибо вам, сталкеры. Спасибо. Бля, там вблизи еще хуже. Как будто говно размазали лопатой. Спасибо, сталкеры. Спасибо. Так, а что мы получаем за это? Мы что-то получаем или нет? То есть, просто этот же ящик, мы открываем его, и там та же самая шмотка, так понимаю, да? Ну, это неинтересно, братан. Это вообще, it's not funny. Я думал, сейчас какой-нибудь там из-за пазухи достанет, скажет, вот так и так, вот, держите, как бы, ааа. Все понятно с тобой. Тогда исход номер один, когда твое ебало размазывается по стенке. Прости, дружище. Пурум-пурум-пурум-пурум-пам-пам. Так, ну что ж, ребята, мы с вами продолжаем, так сказать, играть. Я там некоторые вещи провернул вне кадра. То есть, я там пособирал шмотки, вернулся на ковчег, реально побазарял там, посмотрел. По новым шмоткам у Иридии ничего там супер не появилось. Такого там, по-моему, сейчас завезли. То есть, не всегда, когда пишутся новые, типа, вещи, то именно прям новый ассортимент. То есть, это скорее всего, как раз-таки обновился ассортимент. То есть, просто появились опять аптечки, потому что они кончаются, появились опять там разные, типа, гранатки. Из оружия не появилось. Я один сряд жестко перераскидался по шмоткам. Как видите, я потратил уже все свои гаечки. Я не купил эту винтовку Жорика демонического. Просто потому, что что-то я поначалу почитал-почитал, а потом понял, что он нигде у меня, в принципе, не заработает, кроме как на Магнусе. То есть, ну, нигде он не заработает. Проблема в том, что эта пушка однозарядная. У Лисички есть скилл, который заливает по толпе. У Бормана есть скилл, или у Бормена, у нашего Пумбы есть скилл, который заливает дуплетом. То есть, им нужны сильные пушки, у которых есть как минимум два этих заряда на выстрел. Поэтому эта винтовка оказалась не такой уж практичной. И я там решил стариться. Знаете, во что? Купил вот этот прицел, который стоил еще там тоже дорого, 200, по-моему, 10 деталей. Который дает одновременно сразу и крит, и дальность. Этот роботехнический прицел. Я его поехал, по-моему, на этот, если не ошибаюсь. Вот, да, сюда, на арбалет. Теперь у нас арбалет имеет крит-шанс 40%, с хорошим крит-уроном. То есть, там бонусы характеристик, все дела. Здесь я вернул обратно ему потрясающую бум-палку прокачанную. Поставил туда, так сказать, шанс крита. Поджег, прокачал пистолеты. Поснимал ненужные всякие дрючки, штучки, которые были на пистолях. Поднял криты, поднял дальности. То есть, в принципе, все сбалансировал. Вот теперь, мне кажется, все более-менее хорошо и должно работать. Ну, реально. Вот, я так помысленно, помозговал. То есть, поначалу я, конечно, вскрикнул от того, что эта пушка невъебенно крутая. Но она, в принципе, на Магнуса даже логично смотрится. Он стреляет по дальней дистанции, обычно по бэк-лайну, да? То есть, по вещам, которые находятся где-то в жопе. И если там находится какой-нибудь снайпер-охотник, он будет его раскрывать. Он будет по нему стрелять. Даже если он будет промахиваться по нему, он будет ломать укрытие, за которое находился снайпер-охотник. А это охуенно. То есть, реально, на Магнуса эта пушка садится лучше всего, нежели всех остальных. Я пришел на, так сказать, эти, на земли секты для того, чтобы пойти убить того вот ворона непонятного в шляпочке. Потому что, как бы, надо закрывать доп-квестики. Да, поэтому пойдем посмотрим. Ибо я чувствую, что поход к Эдему, это, ну, чуть ли уже не финал, так что надо, наверное, закрыть. Мы пособирали уже, в принципе, практически все. Я думаю, сейчас здесь будет последний артефакт. У меня вроде бы остался... Нет, еще два артефакта. Как раз мне осталась прокачка на Крит по роботам. Она мне очень нужна. Потому что я чувствую, там в городе... Найти последний артефакт где-то. Вот у меня сейчас один есть. Прокачаю 10% Крит урон по роботам. Будет гораздо пиже. И останется один артефакт где-то там вдалеке. Ну, посмотрим. Я схожу с ума. Или спереди, правда, грогом. Сладким вкусным грогом здесь. А, так это и есть этот дали, где бухло производят. О, так мы двух зайцев одним этим убиваем. С одним выстрелом. Одним выстрелом с булпалки, знаю. Итак, это гроговый дом. В моем поселении много рассказывали об этом месте. Большой такой зал. Древние пили свой волшебный грог и пели песни о солнце. Мне бы не мешало хлебить этот волшебный грог. Как же тут все хотят накидаться-то, а, знаете ли. Давно не отдыхали, не развлекались. И говорят, блядь, вот я б накидалась, как потаскуха последняя. Дайте мне только бочку с этим бухлом. Дай тебе еще грога. Я хочу веселиться, пока у меня голова не взорвется. Хватит с тебя грога, потому что очистить зону старым огнем. Нужно сделать побольше зажигательных бомб. А-а-а. У нас это акция на гробон. Зачем еще делать этих бомб? Я хочу жить все. Хочу жить все. Все, 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 все. Я понял. У них тут два варианта. Они делают из алкоголя либо грог, либо молотовы. Угу. Веселые ребята. Так, ну, упырей боятся в лес не ходить. Это все, конечно, смешно. Ох, ебай, ребята там что-то оббежали иностранными путями. Честно, я бы вождь пира, но они очень слабые. Я тут не вижу смысла особо впариваться, поэтому... Сейчас просто, наверное, достанем пушку и кого-нибудь ебанем. Я могу взять свои автоматы и залить их именно залпом общим? Нет, не хватает, да, типа этого? А, хватает рейнджа по двоим. Ебан, поехали! С критом со стопроцентным. По двоим по 13 крита залетело. Здравствуй, жопа, Новый год. Так, что мы можем сюда подойти только с двух точек хода? А снести можем его? А не можем. А достать ствол? А достать гранатку? Обычную. И кинуть по двоим пацанам сможем? По двоим. Сможешь? Постарайся. По двоим, блядь. Ну, по двоим. Да можно. Я уверен, что можно. Да с... Сраная гранатка. Что-то реально одной флаг не хватает. Ладно, а дробаш? А, ну добивай. Раз можешь добить, добивай. Как говорил мой учитель, можешь добить, добивай. Так, там, кстати, тоже поджигатель. Надо его дотушить. А у нас стопроцентное попадание. Стопроцентный крит-шанс. Просто посмотрите на эти множители. Базовый критический урон. 35%. Шанс крита десятка. Скрывается и пятнашка. С критическим бонусом скрытия еще двадцатьашка. И бесшумный убийца все это умножает на два. Ебать! Поехали! Прям в щи, пацан. Ушел. Просто поле горит к херам собачьим. Ну что, вождь, поджигалка будет? Или там, может быть, позовешься из союзников, а? Давай, дудулечку. Он оказался шаманом. Я, честно говоря, это заметил, но я специально это сделал, чтобы получить дополнительный опыт за убийство врагов. Хочу опыт. О, это... О, нихера там пришло три человека. Блядь, может быть, это была плохая идея. Надо было валить меня в вождя пира, слушайте. Блядь, сейчас буду левый урон получать из ничего. О, не-не-не, тормози, тормози, это я ошибся. Это я ебаю как ошибся, ребята. Очень ошибся. Очень. Все, тихо, тормозим. Что-то я нелогично... Мне показалось, что он вождь пира. Он, скорее всего, будет там, ну, может быть, за один ход, кидать две гранаты поджигательных. Мне так показалось. А я не заметил, что у него на спине дудулька. Я думал, что это кальян. Как бы он же вождь пира, они там бухают. Вот эти вот, там, рэппелские песни про кальян. Сан, девочка, она мой джуджун. Я покажу тебе мой кальян. Я отвезу тебя в страну, где есть баба Ян, а на Ян. Ну, что-то типа такого, да, вот эти вот песни. А он нет, он оказался... Парень, который призывает союзников. Ну, тогда убьем его первым, в принципе, не проблема. Мне насрать, кого сливать первым с моей тамощью. Мне кажется, мне что там, что там хватит сил, чтобы убить. Прямо, ну, сто процентов. Грога ему еще. Я бы как-то, наверное, распределиться так, чтобы не гореть. Там тоже два типа. Если я убиваю босса, то я горю от типов. Сейчас что-нибудь, короче, придумаем. Так, ну, леса, скорее всего, и отсюда попадет. Это не проблема. Так. Ты здесь заныкаешься. А ты здесь. Все, засада, поехали. Так, нас не заметили. Что мы делаем первым? Первым у нас ходит лисичка, потому что у нее двойной крит. Мы достаем арболетос. И заливаем арболетосом по боссу. Правильно я понимаю? 70% шанс. Нормально, поехали. Хорошо. С критом, с критом. Все, ништячок. Так, дальше, 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 дальше. Дальше ходит наш потрясающий Магнус. Достаем Магнуса. У Магнуса просто неебенная винтовка, которой он сейчас того паренька... А, он вот с критом, в принципе, тушит. Эта штука занимает тоже два хода, да, я так понимаю? Ладно, поехали. 15 урона с критом. Нахера я подводил Бормина, я не понимаю. Я там крутил, вертел, типа штучки творил всякие. А вам, блядь, ничего не нужно было. Так, не на линии огня, да? На мышцы можем кто-то подойти и сделать ему больное? Конечно же ж можем, блядь. Поехали. Привет, я здесь. Ой, говорит, как так? Попался на глаза. Ну, бывает, бывает, да. Попался на глаза и попался. Бэм! С дробаша. Есть контакт. Так, теперь снайпер будет работать, наверное, по Бормину, но этот лечет нас. Он призывает союзников, но это хер бы с ним. Это хотя бы не с, типа, четыре пацана в спине, как я это сделал начальник. Хендзап! Бэм, так сейчас не нужно, что он кричит, типа, хендзап, типа, руки вверх. Желко шеет русского перевода, мне кажется, это дало бы шарма игре еще тысячекратно. А то я в одну ебало, ребят, не увожу, мне кажется. Меня уже не хватает. Да, фантазия кончилась уже, чтобы это все отключилось. Здесь такой интересный мир, что хочется, чтобы он сам звучал. Так. Ну да, но попадет, наверное, скорее всего. Но насрать, 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 типа, живем. Так, конечно, минус аптечка. Медбот есть, но очень далеко. Брат не успеет перейти. А, нихера он ходит, блин. Мы можем добить его засранца? 70% шанса можем. Ну тогда добивай, что если можем, добивай его. Конечно добивай, просто ушел, бля, за компом. Мама, грел, если я к вам долго, идите делаю уроки. Вот надо было делать уроки. Так, мозгоправ, брат, можем? Делай дело, гуляй смело. Ты мой, пупсик. Ой, ты моя зайчка. Он реально мой, слушайте. Хорошо. Так, Фэрроу у нас немножечко горит. Мы можем, в принципе, отрыгнуть любую позицию куда-нибудь сюда. Получить себе в спину крит. Но тогда я смогу по тем двум типам раздать. По медботу. Или вообще прыгнуть к охотнику. И раздать ему по щам. Черт его знает. 25% шанс. Ебать, полетели. Уйдем с огня, как говорится. Бля, я по идее должен был потушиться, пока долетал. Так, берем винтовку, погнали. Чики-чики-бум. А я позади тебя, дружище, здорово. Он смотрит за Бормин, а тут приколюха сзади. С критом. Огонь. Так, ну что мы скрылись от того поджигателя? Причем эффективно скрылись. Так. Что у нас здесь? Гранатку можем закинуть по роботу, чтобы он горел? Робот же горит. Поджигатель не горит, робот горит. Все правильно, поехали. Дружище, ты немножечко погоришь. Ты же горишь, падл. Ты же робот. Ну да, металл должен гореть, по идее. Так, тут у нас ответка будет. Да, будет нормально. А, нет, он решил по Бормину сработать. Сумасшедший. Или вообще не... Он вообще не решил не стрелять. Что? Ты че, ты вообще нормальный, брат? Ты вообще как бы... Тебе норм, нет? Так, стоп. Тут бы как-то, наверное, стянуться в толпой. Я нихера не вижу. А, робот не загорелся. А, робот не горит, кстати говоря, тоже. Печалька. Я могу сюда подойти? Куда-нибудь вот так вот. Прям в толпень. Огонь. Они, падлы, не горят. Вот в чем проблема. Так, ну это мы дошиваем 100%. Типа, даже не думаем, как говорится. Даже не думаем. Так, у нас есть сейчас, получается, залив, я так понимаю, да? Скрытное передвижение. Но мы там не получ... Ну, 50% шанс попадания получаем, но... У нас пушки не заряжены. Я придется перезаряжать, в любом случае. Надо их куда-то заменить сюда, короче, к нам. Давайте сейчас, наверное, сюда перебегу, чтобы получить прострел по этим засранцам. Что у нас здесь? Есть общий залив, но... Далеко очень. Вообще никак, типа, да? А если подойдем... Это, конечно, будет крайне странно. Какой там шанс? 50% получаем, блядь. Это мало. Вот так 100% шанс. Тогда подаем к окошку. Здравствуйте! Вот так вот разворачивайся. Не-не-не, так вид будет плохой. Заливаем свою пушенцу. А, кстати, еще же гранатка есть. У нас только здесь поджигательная и дымовая. Нет, тогда заливай. Бери свою херню. Спускайся вниз. Почему только по одному? Ты медбота тоже должна видеть, по идее. Алло. Что за прикол? Почему нет? Не понимаю. Нет, правда не понимаю. Почему он не может залить медбота? Тогда просто по нему срезать. Если ты не можешь залить медбота, тогда просто гаси. Крайне странно. Но почему-то медбот не видим. Так, ну да, какие-то гонька. Это я понимаю. Это я понимал, да, когда сюда шел. Медбот хочет поднять босса? Да еб... Ты что, сумасшедший, что ли? Подожди, дядь. Вот так она заливает, сейчас я теряю по двоим. Ну заливай, если ты можешь подоим, заливай по двоим. Ебать, оба криты. Так, надо что-то с модом делать. Мы достаем его с дистанции с одной? Не достаем, блядь. Одного хода не хватает. А подойти можем на дистанцию выстрела? Вот, все далеко очень. Шанс какой? Не особо высокий. Сейчас придется его гранаты тушить, потому что он поднимет мне босса. Нахер мне это нужно, чтобы он сейчас босса мне поднял? Алло. Так, ну мы не добьем его, скорее всего. Он довольно жирный. Гранатка есть у нас? Эээ, этот, импульсивочка? Да, туши его. Куда он там охерел, босса поднимает? Тормози, бля, лекарь сраный. Подниматель мамкин. Немножечко постоишь, встань и тут поотдыхаешь. Так, тут перезаряжаем свою пушку основную. И делаем красиво. ПИНЧ! С критом 14 в голову. Нормально. Ход противника. Никто не восстал. Уже хорошо. Поджигатель один ушел. Так, вторичный аркнеет себе сразу. Ах, ты падла, по двоим. Сука, вот гранаты, блин, ни хера, никогда не продумаешь, как оно все будет лететь, потому что непонятно, какая дистанция, честно говоря. Надо, наверное, уходить куда-нибудь сюда. Не хочу гореть. Несколько ходов. Нахер мне всралось. Берем пистолет и добиваем парня. Ну, не добиваем, но бьем, короче, по нему. Так, фэрроу, 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 родная, роднулечка моя. Перезаряжать автомат, перезарядить, да. Надо сейчас что-то делать. Добиваешь его с крита, с 50%-ого. Давай, сделай, сделай это дело. Бл***ь, да шо ж такое. 55% крита и не прокнуло. Вот это, вот это просто буль. Все, робот разлетелся. Хорошо. Ход противника. Два страдных поджигателя, сейчас опять кинет поджигалку. Да ёптя за ногу. Стоит за километр, каким-то образом закидывает за кирпич. Маг, что ли, я не понимаю. В два хода можно только дойти. А, в один ход доходим. Ну и все. Сейчас кого-то точно убьем, скорее всего. Например, этого паренька. Ага, зо-зо-зо-зо. А-зо-зо-зо-зо-зо-зо-зо. А-зо-зо-зо-зо-зо-зо-зо-зо-зо. Что ж ты, блядь, фраер? Что ж ты, фраер, сдал назад-то? Подожди. А мы можем свою кушку передередить в этой позиции дать более высокий шанс. Поехали. Сальсу-ху аж крутому. Так. Слушай, лисичка, сестричка, надо что-то с ним делать. А-а-а, ну у нас есть магия монтажа, ебать. Иди ко мне. Помнишь, ты поджег мою шопу. Сейчас я разожгу твою ебалу. Я размажу его. Ты совершил ошибку. Это похер, гори. Для арка. Все? Молодцы. Справились. Перегруппировка. Это было довольно интересно. Обследуем местность. Что у нас здесь? Ученик, как ты, лимон, отого. С таким запасом можно датно пошалить. Вот так они собирались пошалить. Они, правда, сейчас выпивали из этого. Так, ресурсики. Тут должно быть что-то ценное. Я в трупе босса, по-моему, не посмотрел. Там должно быть что-то ценное. 100% локации. Ммм, полные чайники Грога. Хотелось бы я в токон поплавать. Странное, вот замашки. Она заканчивается припасом. Надо быть побольше. Ммм, надо больше хорошего лома. Мы что-нибудь обязательно найдем. Да. Грог-поилка? Что? Ха-ха-ха! Ливопытно сделана система дозирования Грога. Если подключить ее детальки, страждущему выдается прохладная жидкость. Хронист гиппокантий. Есть. Все. Докрыты на роботов получили, так что можно бы пойти в любом случае в город этот потрясающий. Где есть роботы сейчас. Запретный город. Странные, конечно, у них мысли. Типа, хочу скупаться в бухле. Ты точно не Юра Хованский? Хотя он тоже, вроде бы, немножечко рыжеватый. Странно, странно. Так, ладно. Тут дохерища всего. Я отсюда заходил, получается? Или что? Я что-то уже не помню. Да, я отсюда заходил, наверное. Я отсюда вас заходил. Сейчас точно надо посмотреть, что есть у босса в тушке. Там что-то было интересное. Ну, должно быть, по идее, что-то интересное. Что-то написано, подождите. Ну, это, короче, какой-то бар был, я так понимаю, здесь. Красный глаз. Просто критуха. На самом деле, я не разочарован, потому что она... Эптечка. Это, это пол не хватит. Тут на полу разбросали бумага. Мне казалось, они из бумаги шляпы делали. А почему наваляется? Она так растет? Что это делает на полу? Она растет? Ну, я бы сказал обратный эффект. Вот, до того, как бумага превратилась в бумагу, она росла. Потому что бумага делается из дерева. Как бы, вот, да. Так что, ну, практически да, но и нет. О, записка. Человек из Фишмас. Эксклюзивная домашняя честная пивоварня. Микро пивоварня с иронической и этнической кухней, радующая приятные постпанковые атмосферы 70-х годов. Счет 18. Так, купили. 75 секов две штуки. Болотная плотина. Коричневый стаут. Нелюдимый театрал. Без лактозы. Фисташечки. И что-то там еще. Блёха. Что-то сейчас вспомнил про фисташки. Ммм, аж захотелось фисташек. Я что-то какую-то новость, что ли, видел, что почему фисташки такие дорогие. Они просто сложны выращивать не тараться. Во-вторых, там у них какой-то витамин, который успокаивает нервную систему. Без, так сказать, наркотических усилий, как это там многие делают у тех, кто курит. Курение, ребята, это очень плохо, как бы, знаете. Но некоторые же курят со словами «Я просто устал, бля, после работы расслабиться, нервы немножечко перевезти, и вообще курну нормально будет». Так вот, фисташки вроде как тоже нужно кушать перед сном. Успокаивают нервы, убирают тревогу. Но стоит, пиздец, как дорого. К сожалению. Так, ладно, там пушка какая-то лежит. Может, что-то интересное. Хотя, что-то у меня после времени уже ничего не являет, кроме вот этой пушки, которая у нас появилась. Жорика. Скорострельное лазерное оружие «Анклава», обладающее огромной разрушительной мощью. По слухам, его нашли где-то глубоко под землей. Хронист «Авентий». 10 урона на 11 крита, 4 патрона, дальность 14, 15% крит шанс. Еб... Вот это мы зашли за Грогом, ребята. Вот это мы зашли. Вот теперь я знаю, чем я снаряжу лисичку. Ой, ребята. Я буду начинать по ходу битвы далеко не с бесшумки. Если вдруг стоит несколько людей рядышком, мы достаем этот лазерный автомат, и она со стопроцентным крит шансом будет снимать по 17 жизней с каждого типа. О, мой год. Вот это мы сейчас, короче, вышли просто на пик своей формы. Так, слушайте. По гитаркам, кстати, мне даже хватает на прокачку, потому что я сейчас продам свою винтовку, ту старую болторезку, ибо я уже пользоваться ей точно не буду. В ней смысла особого теперь нет. Так, ну вроде бы все. Мог, конечно, что-то пропустить, но мне сейчас всего хватает. По аптечкам 5 штук, конечно, нужно похиляться будет. А, вон снизу что-то есть. Я снизу тут не ходил, возле костра центрального, да. Ну, это обычный лом. Но лишнего явно не будет, поэтому забрать можно. Вроде бы реально все. Может, что-то там и оставалось, какие-то мелочи, но опять же, ты когда захочешь на такие локации с боссами, то есть что-то ценное. Что-то ценное мы только что вынесли. Это очевидно. Вряд ли будет что-то ценнее, чем эта штука. А, ну вот, заход на второй этаж есть в этой, в Груговарне. Сейчас тут, конечно, посмотрим. И вот ломики нашел. А, редкий лом, на восьмерочку. Сейчас, на секунду я еще причал обойду. Да, на причале тоже есть. Тут дядя до сих пор ловит. Братан, нормально ловится? Клюет? Что говоришь? Карась? Окунь? Семга? Да ебать. Все, все, молчи, не трогай, не буду спугивать. Ебать, ребята, говорит, сомгу ловит. А на что ловишь? На хлеб? Семгу? Да ты ебнулся, дядь, ты что? На хлеб, говорит, сомгу ловит. Пиздец. Что за спиннинг такой чудесный? Непонятно. Просто непонятно. Так, тут сверху что-нибудь... А, тут сверху нихера нету. Так, залез для успокоения, так сказать, души. Слушайте, тогда все, экстренно полетели на базу. На базу, на базу, в ковчег. Мы открыли, грубо говоря, всю карту, потому что больше зон тайных не осталось. Сейчас надо будет идти прям к ковчегу. Так, сначала к Припу залетаем. Это 100%. Прокачиваем себе дамаг по роботам. Все, это имба. Десятипроцентный крит по роботам дополнительным. К Ириди, надо заходить? Тебе что-то надо сказать по этому поводу? Типа, по этому бухлу? Ну, ну, пожалуй, если вам нужно наряжение зоны, оно у меня есть. Нет, ей в этом плане ничего не нужно. Не хватает, немножечко здесь, докрутки квестов. В этом плане. Ну, что поделать? Так, да-да, пока-пока-пока. Заходим в римблок дельты. Да, эй, если вы пришли покопаться о вещах отца, то они уже все разобраны. Если же вам надо что-то починить, то вскрыть мне. Да, сейчас, мать, ты увидишь пушку. Просто ебать, какой-то БФГ. Так, поехали за Леванту сразу. Делай из нее сказку. Прости меня, проща, ты была хорошей болторезкой, но, к сожалению, в то время ушло. Третья прокачка. Да. Так, теперь, что мы сюда ставим? Сюда надо ставить что-то страшное. Сюда надо ставить что-то страшное, ребята. Что-то, чтобы поднимать мне крит урон. Шанс отбросить врагов в 30% не такой, кстати, и большой. Вот я бы, наверное, эту штуку взял, кстати говоря. Потому что два бонуса крит урона. Ей нужно сейчас, чтобы у меня было как можно больше крит урона. Вот в чем прикол. Так, куда я ставил именно супер эту? Ага, вот сюда. Нет, на этой пушке она тоже нужна. А где еще эта стоит? По-моему, на арбалете. Да, я подставил. Так, арбалет, простите, сейчас на тебя просто крит поставлю. Просто арбалет, а тогда падает дальность стрельбы, и это плохо. Ну, хотя я обычно с бесшумки работаю реально с упора. Я подхожу прям к противнику. Уже, я, по-моему, даже давно на бесшумки не работаю. Я, блядь, просто месю всех в хламину. Так. 30-ти процентный крит шанс, крит урон 13 процентов. Мало. Вот так мы делаем 15. Вот так мы делаем 15, но... Да, и все равно все 30 процентов отброса. Слушайте, наверное, я так и сделаю. Есть что-то? Я пока ничего больше, чем на 2 процента криту, в принципе, в игре и не видел того, в чем прикол. Шанс отключить роботов-врагов. Нет, наверное, вот реально 30. Ну, плюс 2 крита, это, наверное, максималка из того, что я здесь видел. Прям максималочка. Как ни крути, короче говоря. В пистоле у меня стоит, стоит, кстати, да? А, это тоже стоит критуха. А, ну и все. То есть, больше, в принципе, ставить-то и нечего. Подожди, у нас получается одно лишнее орудие. Я место автомата буду ставить, да? Тогда можно пока с этого снять поджигалку. Ааа, может быть, сюда поджигалку поставить. Если я буду заливать по двоим, это шанс, что я могу двоих залить. Или все-таки крит урон лучше. Или поджечь лучше. Крит урон, это мгновенный урон, да? Но, смотри, с другой стороны, там есть шанс отбросить, как бы. А мне пока с этой отбрасывалкой не очень-то и клеится. Наверное, наверное, лучше все-таки здесь будет поставить поджигалку. Два выстрела, я смогу поджечь двух врагов. Да, урон падает до 14 вместо 15, но что поделать. Так, а что мы там с нее еще сняли? Я, по-моему, красный-красный крит сняли, да? Надо куда-то красный крит поставить. Непонятно, правда, куда. А, ну вот, здесь вместо 10% сделаем 15%. И на пистолет нашего потрясающего Бормина тоже поставим, наверное, здесь. Хотя ему крит в жопу не всрался. Да ладно, пусть тоже, может быть, будет прокать, типа, я не знаю. Все. Вот это мы раскидались, слушайте. Я тогда, ребят, на этом предлагаю закончить эту серию. Все, вся карта наша. Везде все забрал, все разобрал. Какие-то мелочи на локациях, может, это и пооставались. Но я в том плане, что мы были везде уже, как бы, абсолютно. Единственное, что часть левая еще пока что для нас заперта. С каким-то вопросиком. Может, мы туда и пойдем, но это будет потом. Следующая серия будет насыщена тем, что мы прям точно идем через город. Вот, валим роботов и приходим к Эдему. Не знаю, будет ли это финал или нет, но посмотрим. Судя по тому, что нашел уже почти все записки и почти артефакты, но так он, наверное, и будет. Это либо финал, либо почти финал. Но это все предположение. Увидим, так сказать, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока-пока.